Меня зовут Андрей, у меня такая сборная солянка из вот этих вот должностей, фидбэка прошлого. Когда меня попросили какой-то анонс для этих лекций написать, я даже не знал, что выбрать. Вроде бы ничего такого значимого нет, но как-то все вместе стыкуются, вроде бы получается красиво. Географы, инженеры, москловеды и так далее. Действительно, нас с вами ждет такой разговор из трех частей. Три небольшие лекции, три небольшие беседы. Как вообще родилась идея об этом рассказывать? В принципе, последние десятилетия характеризуются повышенным интересом к различным социальным экспериментам, особенно советской власти, особенно архитектурным экспериментам. Если говорить конкретно о коммуналках, то есть если кто-то прочитал название лекции, анонс и подумал, что все будет о коммуналках, то этой темы я буду затрагивать не очень много, в меньшей степени, поскольку, во-первых, есть совершенно прекрасный материал этому, посвященный в качестве базовых таких материалов. Очень рекомендую курс Арзамаса про коммунальную жизнь, коммунальные квартиры советские. В общем-то, летом по просьбе Департамента культурного наследия и с такого очень благожелательного разрешения библиотеки я прочитал здесь небольшой доклад, небольшое сообщение про архитектурные эксперименты советской власти в 20-е, в начале 30-х годов, когда с помощью зданий, с помощью архитектуры, бетона, металла, кирпича пытались построить новое общество. Аудитория была намного меньше, было не так страшно, скажу честно. Вот, и, собственно, вот этот небольшой доклад вроде бы понравился, вроде бы получил благожелательные отзывы, и вот меня попросили его так несколько расширить, разбить на три части. Вот, мне кажется, что в библиотеке это совершенно нормально, совершенно правильно так делать, поскольку получается вполне себе такая классическая литературная композиция. Сегодня у нас с вами завязка от времен Палеолита до начала 20-го века. То есть, ну, такой большой исторический промежуток. Вторая часть будет посвящена совсем короткому времени, буквально одному десятилетию, ну, чуть больше, примерно с 23-го по 32-й год. И третья часть, после кульминации, да, соответственно, должна быть развязка, она от 30-х годов и, ну, фактически до нашего времени, до сегодняшних дней. Собственно, о чем же мы с вами будем говорить? Быт, мы сейчас немножко поговорим о терминологии. Быт представляется нам как что-то очень личное, что-то, куда имеют доступ только самые ближние люди, самые близкие люди. Нарушение вот этого личного пространства, личного быта зачастую воспринимается людьми, ну, так, не очень одобрительно, иногда даже агрессивно. И сама идея о том, что быт может быть коллективным, может быть совместным, может быть распространен на большое количество людей, да, то есть какие-то бытовые условия, объединяющие не просто семьи, не просто близких родственников, а большие группы людей, где даже не все друг друга знают, сама эта идея, она довольно странной, кажется. Сегодня мы посмотрим, какие формы эта идея принимала на протяжении многих веков. Сегодня будет меньше про архитектуру, больше про какие-то общие вещи, общие понятия. Ну, и последнее, о чем я хотел бы предупредить, да, я действительно географ, действительно маска глазами инженера работаю, я ни в коем случае не социальный антрополог, поэтому какие-то проблемы философские, проблемы культурные, проблемы социальные я буду затрагивать с точки зрения вот этих вот конструкций, зданий, сооружений, то есть они будут на первом плане. Ну, уж простите, так в чем разбираюсь, о том постараюсь и говорить. Вот. Ну, все благодарности, наверное, в конце, кроме благодарности библиотеке, которая так любезно позволила перед вами сегодня выступить. Скажу честно, я действительно готов, готов был бы еще вам, так сказать, на входе, раздавать какие-то деньги за то, что вы пришли меня послушать еще в будний день. Все, вступительные слова закончились, и давайте, собственно, приступим. Итак, название вот этого цикла бесед, цикла встречи, архитектура совместного быта, и давайте разберемся по порядку. Ну, начнем, конечно же, с архитектуры, не только потому что она буква, но и потому что она в центре внимания нашего будет. Друзья, может быть, кто-то предложит варианты, версии того, что такое архитектура? Не будешь предлагать, точного определения, правильного определения все равно нет. Ну, хорошо. Я, честно говоря, думаю, что кто-нибудь обязательно вспомнит такое крылатое выражение, что архитектура – это застывшая музыка. Выражение красивое, выражение, в общем-то, правильное, но оно уж слишком удаленное от реальности. Мне больше всего среди тех терминов и определений, которые за мировую историю архитектуры давались, нравятся слова Марка Витруве Полео, римского инженера, первого века до нашей эры, автора десяти книг об архитектуре, не в смысле десяти изданий, а само название трактата – десять книг об архитектуре. Архитектура – это польза, прочность и красота. То есть архитектура – это в любом случае некое строительство, некое создание чего-то полезного для людей, не обязательно зданий и сооружений. Это могут быть, например, малые архитектурные формы, лавочки, скамейки, урны, элементы благоустройства улиц. Ну, собственно, мы в Москве в последние годы это активно наблюдаем. Но при этом архитектура должна содержать в себе некоторое художественное осмысление того, что строится, того, что создается. Если вы из каких-то там найденных досок, из каких-то оставшихся запасов досок у себя на даче построите небольшой сарайчик, можно ли его назвать архитектурой? Ну, кто-то считает, что можно, кто-то считает, что нельзя. На мой взгляд, да, это, опять-таки, только мое мнение, со мной можно не соглашаться, конечно же, это не просто. Этот сарайчик, он станет архитектурой, когда вы начнете выбирать краску, в какой цвет его покрасить. То есть, когда вы приложите некоторые свои художественные таланты к тому, что вы построили. Итак, на мой взгляд, архитектура – это создание неких зданий, сооружений, конструкций на пользу человеку и с привлечением каких-то художественных своих внутренних сил. Так, ну, дальше совместного. Вообще, да, если просто рассматривать это слово само по себе, совместным бытом можно назвать все, что угодно. Ну, допустим, молодая семья, муж, жена, они живут вместе в одной квартире, это уже совместный быт. Да, вот эти вот споры о том, кто должен купить продукты, кто сегодня будет готовить ужин и так далее, это некое устройство организации совместного быта. Но если так рассматривать, то, в принципе, любое сожительство с любым количеством людей в одном здании можно считать совместным бытом. Но давайте не будем настолько расширять тему, потому что тогда три лекции мало, да и тридцать-то, в принципе, мало. Вот. Так сколько же, какое количество людей, какого размера коллектив определить, как вот, что это уже совместный быт, что-то такое нестандартное. На мой взгляд, стоит подойти к этому с точки зрения того, что как бы нормально, что привычно и что нестандартно. Ну, то есть, допустим, большая семья, живущая в одной квартире, родители, дети, бабушка, дедушка не воспринимаются как что-то удивительное, что-то необычное. Ну, вот такой семейный обычный быт. А вот если уже несколько семей добровольно выбирают жить на одной территории, в одном здании, в одном помещении, это что-то другое, это уже заслуживает внимания. Вот. То есть, ну, границы растяжимы. Ну, и третий, быт. Вы знаете, долго искал, какое же определение лучше выбрать. Настолько общее слово – это вот как пытаться дать определению, что такое культура или что такое жизнь. Ну, это вот все. Поэтому не стал мудрить, взял словарь Ожегова и посмотрел, что будет в жизни на уклад повседневной жизни. К чему я это? В принципе, вот мы с вами сейчас сидим в одном помещении, можем решать некоторые вопросы, там вот открыть окно, закрыть окно, там открыть дверь, закрыть дверь, делать перерыв, не делать перерыв. В принципе, это тоже некий быт. Пусть временный, пусть непродолжительный, но все-таки быт. Если, опять-таки, расширять до бесконечности это понятие, то быт офисных сотрудников вместе, быт рабочих на фабрике, да, любое место, где находится больше одного человека, можно назвать совместным бытом. Поэтому говорить в течение этих трех встреч мы будем именно про места жизни, именно про жилье в той или иной форме, для того, чтобы все-таки не уходить в чистую философию, в чистые такие умозрительные рассуждения. Итак, получается, что наша с вами тема, наш с вами разговор – это здание, сооружение, городостроительные планы, все, что связано со строительством для совместного проживания, какого-то необычайного для той или иной эпохи совместного проживания людей. Вот. Ну все, с этой скучной теорией мы с вами закончили. Теперь уже, собственно, перейдем к чему-то более конкретному. Ну и я хотел бы еще раз повторить, что быть совместным – это некое изменение, некое расширение границ привычного для человека. Так было и раньше, да, то есть, ну, я вот слева выбрал картинку такой традиционной крестьянской семьи начала XX века. Существует представление о том, что Россия, где достаточно сильна была сельская община, где выходить из общины вместе с землей, да, создавать какие-то собственные фермерские хозяйства стало возможным только в начале XX века, что вот сельская община – это действительно был такой единый коллектив, такое единое образование, да. Недаром многие социалисты-утописты в XIX веке видели именно, ну, наш отечественный, да, свой идеал вот в таких вот сельских общинах. На самом же деле, все равно деревня, что современная, что в то время, это набор отдельных семейств, набор достаточно замкнутых коллективов людей, где свои семейные традиции, там, свои предания, не выноси ссоры из избы и так далее. Вот, ну, и, собственно, никуда это не делось в наше время, да, конечно, сейчас 80% населения России живет в городах, но, тем не менее, вот это чувство собственности, оно достаточно велико, достаточно сильно. Вот в качестве идеального примера, на мой взгляд, подходит вот эта борьба за парковочные места во дворе, да, которые вроде бы как они все общие, но обязательно кто-нибудь попробует или столбик поставить, да, или шину положить, что вот это мое, не ставь свою машину сюда. Грозные бумажки о том, что, значит, проткнут шины, да, спустят воздух из них. Вот, то есть человеческая норма – это жизнь в очень ограниченном коллективе, в очень небольшом коллективе, чаще всего под своими, понимается, именно, что семья. Но коммуна – это не утопия, да, не подумайте, что это какая-то политическая пропаганда, да, что я буду закладывать в вас какие-то идеи коммунизма, еще чего-то такого. Но хотелось бы привести пример такой ячейки общества, такой структуры общества, где коммунизм – вполне себе нормальное, обыденное явление. И, собственно, вот на фотографии – самая обычная семья. Вряд ли эти маленькие дети ходят каждый день на работу, да, приносят какой-то доход, приносят продукты из магазина. Но, тем не менее, когда семья садится за стол, когда семья обедает, ужинает, их кто-то ограничивает в еде, говорит, что вот ты еще не заработал, поэтому ты сегодня съешь меньше. Поэтому такое вот равное распределение ресурсов, совместный быт, полное обобществление вещей, если угодно, да, в семье – это совершенно нормально, это совершенно обычное явление. Теперь же давайте перейдем к истории. Ну, когда покупаешь какую-нибудь книжку или берешь в библиотеке книжку про любое явление, там, не знаю, пиво-медоварение, математика, ну, что угодно, обычно начинается либо с древнего Египта, либо с первобытных времен. То есть любая дисциплина, любое явление старается нащупать свои корни, свои истоки в чем-то очень древнем, в чем-то очень старом. Товарищи Карл Маркс и Фридрих Энгельс, они ввели такой термин, такое определение – первобытный коммунизм, который они понимали как часть стадиальной концепции. Ну, вещь, на самом деле, всем нам знакомая, в принципе, она во многих научных работах сохранилась и в школьных учебниках примерно так же все и представляется, о том, что разные формы организации общества они сменяют друг друга. То есть было первобытное общество, там, рабовладельческое, ну, и так далее, капитализм, ну, и, конечно, Маркс с Энгельсом говорили, что после капитализма должен наступить коммунизм. Но коммунизм уже был в форме первобытного. То есть, опираясь на знания древней истории, знания археологии, антропологии в XIX веке, когда они жили, они вполне разумно предположили, что вот в этих небольших племенах, сообществах охотников-собирателей все должно было быть общим, все делилось поровну. Ну, действительно, да, там загнали мамонта условного, убили его, и всем какие-то куски мяса оттуда достаются. Никто не говорит, что вот эта филейная часть, она моя, а это вот, ну, там, рога и копыты съешьте. Вот. Сейчас это уже не столь актуально, сейчас это не столь общепризнано, да, в науке активно критикуется стадиальная концепция, там приводятся аргументы против нее, но, опять-таки, об этом гораздо лучше расскажут историки. Сам факт того, что быт вот этих вот общин первобытных, он был действительно достаточно обобщенный, достаточно неразделенный, это, в принципе, такой важный факт для нашей истории. То есть, действительно, вот это обобщисление всего, совместный быт, он берет свое начало в самых древних временах, в самой древней истории. Но давайте все-таки к архитектуре. Если взять какую-нибудь книжку по истории архитектуры, там обычно все начинается с дольменов. Да, такой большой каменный блок, часто один, поставленный в какое-то неестественное положение. И вот что самая простая архитектура, когда, чтобы поклоняться духам или чтобы почтить память умершего вождя, умершего шамана, притащили какой-нибудь огромный камень, перевернули его. Почему именно с этого начинается? Потому что до дольменов ничего особенно не сохранилось. То есть, каких-то полноценных сооружений с возрастом более 60 тысяч лет ну, фактически, найти сейчас практически нельзя. Можно найти их остатки. И вот в Воронежской области есть такая деревня, Костенки, недалеко от самого Воронежа, там на автобусе часа полтора ехать, где еще в конце XIX века была обнаружена палеолитическая стоянка людей. То есть, люди вполне уже современные, homo sapiens. Для нее давались разные датировки. В настоящее время считается, что люди обитали в этом месте, собственно, создавали эту стоянку, это место для жизни, в период где-то 20-45 тысяч лет назад. Время это ледниковое, время оледенения. Вот тут я уже, как географа, могу более уверенно говорить. То есть, это самое последнее из происходивших покровных оледенений, валдайское. И ледник, в принципе, достигал, был достаточно далеко от Воронежа. Он достиг, собственно говоря, Валдая, достиг Тверской области. Но в Воронежской области климат был не таким, как сейчас. Было холодно, была такая почти тундра. Там действительно бегали мамонты. Но самое главное, было холодно. Большую часть года. И как же люди жили в этих условиях? Ну, то, что вот слева, это, собственно, результаты археологических раскопок. Найдены основания жилищ, остатки жилищ с небольшими ямами очагов. То есть, вот те черные точки, которые здесь обозначены, это те места, в которых многие десятилетия, столетия, может быть, тысячелетия накапливалось зола, пепел от костра. И, собственно говоря, они были обнаружены. Необычная форма расположения этих кострищ. Они находятся, ну, примерно вытянуты вдоль одной линии. Находятся достаточно близко друг от друга. И когда ученые пытались реконструировать форму этих жилищ, как же там вот эти вот, ну, какие-то условные чумы могли стоять, выяснилось, что слишком они уж близко. То есть, либо сами чумы совсем вплотную были, совсем вплотную находились. Либо ответ, может быть, гораздо проще, да, что это было единое жилище с множеством разных кострич. Вот нам привычно выражение «пещерные люди». Назвать этих людей пещерными не получится. Почему? Вообще представление о пещерных людях, оно родилось в XIX веке, потому что первые серьезные находки археологов, антропологов про эту эпоху, они относились как раз-таки к каким-то местам пещер, в Европе, во Франции, в Альпах и так далее. Ну, и показалось, что действительно люди жили в то время только в пещерах, нигде больше. Но это тот самый случай, когда искали потерянные ключи под фонарем. То есть, где было светло, где могли сохраниться вот эти остатки вот этих вот стоянок, там, собственно говоря, их и нашли. Ну, конечно же, древние люди жили, как сегодня, в принципе, известно, не только в пещерах, им приходилось строить какие-то другие жилища. И вот в случае в Воронежской области, в случае этих костенок, вот существует такая вот реконструкция, как на картинке справа, вытянутый дом, чтобы понимать масштабы, длина там 35-40 метров, ширина до 15 метров. Согласитесь, достаточно большая конструкция. Вряд ли это для одной семьи, для совсем близких родственников, да, ну, 15-20 человек, им как-то там будет холодно, неуютно и слишком много места. Да, тем более, если вы увеличиваете масштаб сооружения, нужно больше строительных материалов, а строительными материалами для вот этих вот, вот этих жилищ, да, вот этих вот сооружений древних людей были кости, были шкуры животных и дерево, да, то есть это требовало достаточно больших затрат, достаточно больших усилий. Предполагается, что каждый такой большой вытянутый дом мог содержать себе, ну, нехорошо сказав содержать себе, в нем могло проживать около 200 человек, до 200 человек, конечно, в тесноте, в повалку, но зимой самое то, да, развести побольше костров, лежать поближе, и тогда будет не так уж холодно. Вот такой вот, наверное, самый древний пример совместного быта, да, когда большое количество людей ради того, чтобы спастись от холода, были вынуждены жить в таких вот жилищах. Движемся дальше. Ну, этот пример гораздо более известен. Аркаим, да, Челябинская область, тоже из... Ну, его часто называют городом, это не вполне город, но давайте не будем вдаваться в терминологию. Поселение, существовавшее в Бронзовом веке, там тоже встречаются немножко разные датировки, примерно 12-16 века до нашей эры. Собственно, друзья, кто-нибудь бывал в Аркаиме? Вы бывали? Вот, то, что на картинке слева, это, конечно же, не 4 тысячи лет сохранились, вот эти бревна и так далее, это реконструкция уже современных археологов, для того, чтобы могли приехать туристы, посмотреть. На картинке справа мы, собственно, видим остатки этого сооружения, этого поселения, имевшего круглую форму, и вот эти остатки, они позволили реконструировать его внешний вид. Вот такой вот. Круглое поселение с двумя рядами стен, внутреннее кольцо, внешнее кольцо, опять-таки, для понимания масштаба диаметр внешнего кольца больше 100 метров. В общей сложности около 60 жилищ составляли вот это вот поселение, да, этот город условный. Границы между этими жилищами мы с трудом с вами сможем увидеть, они почти смыкаются, да, то есть фактически такой город-дом, да, такой единый дом, который и формирует поселение, там еще снаружи ров и так далее. Обнаружено достаточно много всего в ходе этих раскопок, то есть, вероятно, жители Аркаима знали колесницы, они, конечно же, знали гончарное производство, конечно же, ну, недаром в бронзовом веке умели выплавлять бронзу и так далее. Существуют разные теории, насколько там были обособлены вот эти вот там семьи, какие-то группы друг от друга, было ли какое-то разделение, или все это было единым сообществом. В каждой такой секции, в каждой такой ячейке, то есть, видите, там, где дым выходит, там было, на самом деле, опять-таки, несколько очагов, и вообще численность населения вот этого Аркаима, она оценивается, ну, по-разному, где-то полторы-две тысячи человек, да, то есть, если у нас 60 зданий, 60 ячейок, 2000 человек, ну, соответственно, математика нам совершенно несложна подсказывает, что, ну, 30-40 человек могло в каждом таком доме жить. Опять-таки, многовато для семьи. Соответственно, некая форма обобщисления быта, совместного быта, там точно присутствовала. Ну что ж, движемся с вами дальше. Сейчас не совсем про архитектуру, сейчас про сами вот эти идеи, что жить можно совместно, что быт можно организовывать совместно. Значит, Древняя Греция, Пифагор, да, всем нам знакома теорема Пифагора. Вот, но, помимо того, что он занимался математикой, он, конечно же, был еще философ, основатель пифагорейской школы, и, в общем-то, ее принципы, да, опять-таки, про нее много что написано, досконально неизвестно, какова была численность вот этого объединения его учеников, да, и на что это было больше похоже, на такой некий монашеский орден, ну, это в кавычках, конечно, да, не понятно, или какое-то сообщество, но в любом случае ученики Пифагора объединились, жили вместе с ним и делили все, то есть делили еду, делили какие-то насущные вещи, организовывали совместный быт, а это все-таки Греция, шестой век до нашей эры. Ну, и Платон, да, трактат о государстве, такое умозрительное представление о том, как идеально должно быть устроено государство, опять-таки, вот эти идеи, вот эти концепции социальных утопий, они, как правило, сводятся к тому, что, чтобы решить противоречия в обществе, нужно удалить их причину, да, если в обществе нет борьбы за ресурсы, за какие-то более комфортные условия для жизни, за богатство, за внимание противоположного пола в том числе, то тогда, собственно, и нет противоречий, да, и такое общество может быть устроено идеально. Так, перескакиваем с вами сразу в гораздо более позднюю эпоху, раннее новое время, Шестнадцатый век, Англия. Друзья, вот тут слева карта, кто-нибудь узнает эту страну, эту территорию? А, ну да, там подписано снизу, правда, таким неразборчивым шрифтом. Это та самая утопия, да, которая из книги Томаса Мора, которая, страна, которой не может быть, страна, которая не существует. Страна, где, опять-таки, Томас Мор в своей книге описывает некое идеальное общество, причем высшие классы этого общества, например, войны, защищающие государство, они не имеют какой-то своей личной собственностью. Другие благодарные граждане, которые не должны воевать, они их всем обеспечивают, да, то есть образуется такой совместный коллективный быт. Во многом продолжателем этих идей можно считать Томасо Кампанелло, итальянского философа, теолога, жившего чуть позже, ну, на сто лет примерно позже, в 17 веке. Он в своем городе Солнце, да, вот такие вот названия, которые вошли, как устойчивое выражение, в привычный нам язык, да, хотя изначально это литературные произведения, это некие книги, вот, в своем произведении «Город Солнце» Кампанелло именно что прямым текстом говорит о том, что все должно быть общим, да, общее жилье, общее, там, средства производства, общее, все, все, что сделано, все, что произведено, должно делиться поровну, вот, причем он идет, в принципе, еще дальше и дальше, допускает даже разрушение института семьи, да, то есть, в его трудах, собственно, в «Городе Солнце» говорится о том, что постоянных семей муж-жена быть не должно, да, тогда это дополнительно снизит, снизит, простите, конфликты в обществе. Ну что ж, давайте перейдем, собственно, от вот этих умозрительных вещей, да, каких-то примеров к вещам реальным, да, к какому-то совместному быту, который действительно существует, существует веками, тысячелетиями, и на самом деле те примеры, которые я вам сейчас приведу, они вам всем хорошо знакомы. Совместный быт по религиозным причинам. Да, ну, самый характерный пример, например, монахи, то есть, здесь можно было вставить фотографию с монахами православными, монахами какого-нибудь католического аббатства, буддийскими монахами, от этого принципиально ничего не изменится, когда люди посвящают свою жизнь делам религиозным, служению Богу, как правило, это подразумевает отказ от каких-то привычных мерзких вещей, от, в том числе, личной собственности, и действительно, что совместный быт. Ну, вспомните распорядок дня в любом монастыре, совместная трапеза, совместная молитва, совместное распределение на работу и так далее. Второй вариант армия. Вот, ну, тут, я думаю, даже объяснять нечего. Да, это, скажем так, не совсем добровольный совместный быт, и, может быть, многие солдаты многих времен поколений эпох, они бы скорее предпочли оставаться в своем семейном тесном кругу в мирной жизни, но, тем не менее, по тем или иным причинам, оказавшись в армии, да, соответственно, казармы, совместная строевая подготовка и вообще большую часть времени военнослужащие проводят в рамках вот этого самого совместного быта. Вот, ну, и третий вариант такой, немножко грустный, заключенный, да, то есть, если вы не могли угадать, кто же там изображен на этой фотографии, это Катаржане, да, вот здесь, как правило, добровольного совместного быта очень мало, вот здесь скорее бы дело по принуждению, но, действительно, опять-таки, ну, а куда деваться? Итак, если говорить про архитектурные стороны вот этих вот форм совместного быта, ну, давайте начнем в том же порядке, значит, религиозные общины, монастыри в данном случае, здесь можно было бы привести еще в пример много чего, да, понятие монастыря в восточных религиях, оно не совсем такое, как, допустим, в христианстве, но это уже частности, опять-таки, я не хочу лезть на чужую территорию, не свою территорию. С архитектурной точки зрения монастыри достаточно похожи, конечно, они строились в разные эпохи, да, даже в России, даже в Подмосковье можно вспомнить комплексы монастырей, преимущественно построенных в стиле классицизм, нарышкинского барокко, ну, собственно, нарышкинское барокко, оно вот здесь слева. Друзья, кто-нибудь узнает монастырь? Новодевич, да, конечно. Вот, чаще всего монастырь это сочетание разных архитектурных стилей, но в плане планировочном монастыри устроены примерно одинаково. Я вот недаром тут две картинки вставил, слева, значит, Новодевичий монастырь в Москве, православный, естественно, справа монастырь католический. Во-первых, это огороженная территория, да, это некая формальная, ну, впрочем, и вполне часто достаточно высокая, серьезное отделение монастыря от внешнего мира. Не стоит думать, что монастыри строились вот такими, окружались высокими стенами, башнями, только исключительно потому, что монастыри одновременно являлись военными крепостями, там, или тюрьмами, или еще чем-то. Действительно, когда вот этот тип архитектурного комплекса зарождается в первом тысячелетии нашей эры, в середине первого тысячелетия нашей эры, в принципе, он достаточно быстро вырабатывает стандартную модель. То есть, в отделении с помощью стены от внешнего мира, от мирского, да, то есть, внутри совсем другая территория. Ну, и территория эта наполнена, естественно, в обязательном порядке храмом, неким религиозным сооружением, все-таки люди там находятся для того, чтобы молиться, в первую очередь, но обязательно есть и сооружения, какие-то гражданские, необходимые для жизни. Да, келейный корпус, ну, собственно говоря, кельи, места проживания, трапезная, столовая, там, множество других хозяйственных построек. На что бы хотел здесь обратить внимание? То есть, если все вот эти дневные обязанности, ну, не обязанности, даже дневные дела, молитва, питание, еще что-то, они производятся совместно в единых помещениях, то практически всегда, собственно, помещение для сна, комната, келья, это что-то небольшое. Да, то есть, можно, конечно, найти исключение, но, как правило, вечером обитатели подобных сооружений остаются практически в одиночестве. Еще несколько слов об этом. Фотография, она тоже в Москве, кстати говоря, сделана. Может быть, кто-то узнает место? Это не так далеко тут, в районе Преображенки. Действительно, да, старобряческая община рядом с Преображенской площадью, опять-таки, чтобы не сказать, не дай бог, что-нибудь лишнее, что-нибудь неправильное, я про это долго и много говорить не буду, но старобряческие общины, некоторые старобряческие общины, они похожи на монастыри, такие своего рода гражданские, что ли, монастыри. Когда возникает раскол в церкви в XVII веке, часть старобряцев считает, что приближается конец света, что последние времена настают, и, собственно, не нужно больше продолжать обычную, привычную нам земную жизнь, нужно молиться, готовиться к жизни после смерти, жизни в Царстве Божием, и некоторые общины, они действительно на монастыри похожи, хотя ими, ну, как бы, не совсем являются, да, то есть на территории таких общин может быть помещение для жизни мужчин, помещение для жизни женщин, опять-таки, какие-то хозяйственные постройки, там общие столовые, еще что-то, то есть вот старобряцы среди всех, скажем так, групп, населения России до XX века, пожалуй, ближе всего подошли к вот этой идее совместного, ну, практически, коммунального быта. Казармы и военные лагеря. Опять-таки, типология этих сооружений достаточно разнообразна, множество вариантов, множество форм и так далее, ну, приведу только два примера. Слева это реконструкция типичного крупного военного римского лагеря, да, есть такая известная гипотеза о том, что вот эта четкая структура римских лагерей военных, да, она послужила основой для будущей четкой планировки городов в Европе. Ну, там есть, конечно, критика, серьезная критика, это гипотеза, но какое-то рациональное зерно в ней присутствует. То есть, римский лагерь, римский военный лагерь, возникавший даже ненадолго, обязательно окружался защитными укреплениями, имел четкую структуру внутри, то есть, в определенном месте конюшня, в определенном месте казарма для солдат, в определенном месте склады с оружием, еще с чем-то. И, собственно говоря, с помощью вот этой типовой единой структуры жизнь солдат внутри подчинялась определенному ритму. То есть, солдат, он вообще не очень свободен, даже если он римский легионер, он должен подчиняться командованию, выполнять определенный распорядок дня, определенные действия, но в том числе вот эта вот дисциплина, она задавалась с помощью такой четкой, правильной структуры римских военных лагерей. Ну, собственно, успехи римской армии на рубеже до нашей эры и нашей эры, они свидетельствуют о том, что военная организация Рима была довольно эффективна. Справа снова Москва. Да, друзья, я вначале не сказал, что Москве, конечно, или сказал, я уже не помню, простите, что Москве будет непропорционально много внимания уделяться, потому что, я москловед и все такое. Итак, здание в Москве, оно, кстати, до сих пор сохранилось, казармы, хамовнические казармы, да, сейчас они на Комсомольский проспект выходят, в начале 20 века, ну, и в конце 19 века они выходили на обширный хамовнический плац. Казармы, это не совсем то же самое, что военные лагеря, да, их не требуется, да, какими-то там валами, стенами обязательно окружать, потому что все-таки это место расквартирования личного состава в мирное время, но сама суть казарм, она тоже задает некоторые потребности к архитектуре зданий, в которых казармы находятся. Во-первых, вряд ли кто-то будет строить казармы для одной роты, там, одного взвода, скорее, это для более крупных воинских подразделений, соответственно, здания казарм, как правило, большие. В казармах определенные внутренние разделения есть, то есть должен быть, должна быть некоторая их часть, отведенная для офицерского командного состава, часть для солдат, и вот в случае хамовнических казарм это, ну, можно сказать, что вполне очевидно, когда вы туда приходите, смотрите на них с той стороны, учитывая, что то время, когда они построены, да, это стиль классицизм, да, даже, ну, можно назвать ампиром, но все-таки давайте ограничимся классицизмом, он очень хорошо подошел для вот такой вот военной структуры, для такого военного сооружения, как казармы. Симметрия, да, то есть мы с вами видим, что центральный корпус возвышен, боковые пониже, строгость, лаконичность, то есть можно, конечно, казармы в стиле барокко построить, там будет много чувственных завитков, да, там фигурки ангелочка в путь, еще что-то такое, но все-таки для сооружения такого назначения строгость классического архитектурного стиля, она подходит, на мой взгляд, даже больше. Так, ну и, конечно же, тюрьмы. Как же без них? Здесь слева, наоборот, московская картинка, ну, не буду спрашивать, не узнает ли кто-нибудь, а то, ну да, действительно, Бутырский тюремный замок, рядом с лесной Новосвободской улицей, он так немножко во дворах, но гуляя по лесной, там легко заходите в арку дома и, собственно, оказываетесь перед ним. Тюрьмы достаточно продолжительный период времени представляют из себя, ну, такие укрепленные места, да, недаром заключенные зачастую содержались в каких-то настоящих крепостях или замках, да, вспомните, что в XIX веке, например, Петропавловка в Петербурге была тюрьмой, да, такой политической тюрьмой, потому что здание, которое спроектировано с тем, чтобы на него было сложно напасть, на него было сложно проникнуть снаружи, оно одновременно неплохо выполняет функцию задержать тех, кто внутри, да, чтобы им было достаточно трудно сбежать, достаточно проблематично это сделать. Ну, слева у нас бутырка, справа тюрьма, здесь неплохая компьютерная графика, на самом деле, это, конечно, реконструкция, да, сейчас этой тюрьмы уже нету, да, Бастилия, там сейчас на площади Бастилии, только контур, да, плитка обведена, где она стояла, тюрьма, которая исчезает в 1789 году в ходе французской революции, и это нам пригодится, да, действительно, французская революция, и в целом, то, что происходит во Франции в 18 веке, просвещение, да, вот эта интеллектуальная работа, части общества в ту эпоху, во многом приведет к развитию идей совместного быта, к первым попыткам реализации этих самых идей. Вот, и, собственно, к чему же мы здесь с вами подходим? подходим к уже первым достаточно осмысленным попыткам создать какой-то совместный быт, да, если в случаях с монастырями, с тюрьмами, с казармами совместный быт является, ну, неким побочным продуктом, ну, вот так получилось, да, нам нужно содержать армию или, ну, в случае, там, монашества нужно возносить молитвы, да, там вот это совместное проживание является некоторым следствием, да, оно не находится в центре внимания. То есть с XIX века начинаются попытки на практике реализовать, построить то, что специально задумано для совместного быта. Вот, ну, и таким своеобразным основоположником этих идей, уже сформулированных, описанных, записанных, можно считать Шарль Фурье. Вот, если кто-то, сейчас представил себе ряды Фурье, да, это не тот Фурье, да, это социалист-утопист, это не математик, тот был Жан-Батист. Значит, один из плеяды французских социалистов-утопистов, опять-таки, французская революция дала возможность дала возможность высказывать эти идеи, дала возможность, ну, собственно говоря, печатать их, в частности, и, собственно говоря, в своих работах Фурье предлагает идею фаланстера. Да, вот, если вы думали, зачем была нужна вся вот эта вот предварительная часть, да, ну, достаточно разнообразная, то античность, то еще что-то, вот, то в XIX веке вся эта предыстория, она некоторое отражение находит, потому что само название фаланстер, оно от фаланги, да, причем фаланги, естественно, не пальцы, а фаланги, как римского античного воинского подразделения, да, действующего совместно, подчиняющегося своим командирам и, собственно, ну, организующим совместный быт в тех самых военных лагерях. Но это, если говорить просто о названии. Итак, что же такое фаланстер? XIX век, эпоха развития промышленности, особенно в Европе, быстрого роста числа рабочих, быстрого роста населения городов и эпоха, когда жизнь вот этой основной массы людей, она еще недостаточно комфортна, да, то есть Европа XIX века, на Европу современную в плане жизни людей и социального устройства похоже мало, то есть небольшая богатая прослойка, небольшое количество людей обеспеченных и большое количество людей совсем не обеспеченных, да, которые вынуждены много работать, у которых очень тяжелые условия для жизни, и, конечно, среди мыслителей это вызывает желание, ну, как-то обустроить их быт, придумать какую-то структуру общества, предложить какие-то идеи, которые позволят жизнь этих людей наладить. Идеи были самые разные, вот, в случае Фурье она такая, ну, достаточно архитектурная. Фурье предлагает создавать вот эти фаланстеры, то есть общины, коммуны, численностью где-то полторы-две тысячи человек, вот прямо как в Аркаиме, вот, ну, про Аркаим, конечно, он ничего не знал, его вообще в 80-е годы 20-го века откопали. создавать общины из рабочих, из простых людей, из, ну, такого простого бедного городского населения, и не просто их создавать, да, не просто там раздавать какие-то карточки, билеты о том, что вот он член этой фаланги, собственно говоря, строить такие дворцы для народа, такие крупные жилые комплексы, которые будут обеспечивать людей всем необходимым, и, собственно говоря, это будет экономически оправданно, потому что, ну, вот смотрите, да, обеспечить какую-то небольшую группу людей, там, или одного человека всем, чем только можно пожелать, достаточно сложно, да, потому что хочется много всего, вот, а когда вам нужно на 2000 человек сделать нормальное медицинское обеспечение, нормальные санитарные условия, нормальные места для прогулок, там, еще что-то, это уже гораздо реальнее, гораздо проще. И, собственно говоря, Фурье предлагает такую идею, надо сказать, что он остался чистым теоретиком, ему самому ничего подобного создать не удалось, вот, но эта идея запала в умы многим людям как такой способ организовать будущее, создать некое будущее. Здесь я еще обращу внимание, что когда Фурье жил, когда он писал свои труды, не нужно думать, что он коммунист, что он последователь каких-то теоретиков коммунизма, потому что это все было еще до Маркса, до все эти идеи, они витали в воздухе уже тогда, собственно говоря, с Великой Французской революцией. Итак, Фаланстер. Что представлял себе Фурье в виде такого народного дворца, такого народного общежития? Набор жилых корпусов, естественно, достаточно обустроенных, достаточно обширных, просторных, да, вообще идея того, что жилье должно быть просторным, она для девятнадцатого века очень характерна, да, потому что в городах того времени теснота, никаких минимальных там норм жилплощади на человека не существовало, в то же время, например, в Лондоне существуют такие ночлежки, такие общежития для рабочих, где люди спят сидя, да, то есть, вот как вы сейчас сидите, вот, ну, естественно, там людей было намного больше, и люди спали оперевшись на канаты, да, то есть, были натянуты канаты, люди клали на них руки, как-то засыпали, утром, когда нужно было вставать, идти на работу, канаты просто отвязывали, они падали, люди падали со стульев и просыпались от этого, ну, это вот, чтобы понять, да, реалии того времени, соответственно, живые корпуса, где достаточно места, достаточно воздуха, достаточно освещения, некие общественные пространства, опять-таки, ну, вот здесь вот справа представлена фотография одного из построенных, реализованных фаланстеров, такой внутренний двор, пусть очень скромный, пусть совсем маленький, но по меркам того времени, опять-таки, хорошее, приятное общественное пространство, даже с фонтаном. вот эта фаланга, вот это объединение людей, они не просто, как бы это сказать, живут вместе, да, то есть не нужно это представлять, как такой живой комплекс эконом-класса, да, они совместно работают, они совместно трудятся, результаты их труда идут, ну, можно сказать, в общую казну, в общую кассу, и за счет вот этих заработанных всеми членами, хотелось сказать, коммуны, фаланги денег, собственно, и функционирует община, обеспечивается всем необходимым, то есть в идеях Фурье нет вот еще вот этого представления о том, что нужно переустроить весь мир, да, что только изменив жизнь людей по всему земному шару, можно прийти к благополучию, можно начать вполне себе с полутора-двух тысяч человек вот и с одного отдельно взятого здания. Итак, сам Фурье ничего такого подобного создать, построить, возглавить не сумел, зато сумел вот этот человек, Жан-Баптиз Годин, человек достаточно простого происхождения, но ставший фабрикантом, основавший металлоделательный завод, заработавший достаточно большое состояние, и вот этот его жизненный путь, когда он вышел из относительных низов, знал тяжелую жизнь, знал лишения, знал горе, и то, что он получил средства, достаточно большие финансовые, денежные средства для реализации своих идей, именно это, видимо, подтолкнуло его к тому, чтобы задуматься и попробовать реализовать тот самый фаланстр. То есть слева, ну, это просто его фотокарточка, справа, собственно, такой шарж, где он занят реализацией идеи фаланстера, идеи вот такого вот народного дворца тире общежития в городе Гис, где, собственно, его фабрика и располагалась. И вот, что он построил. То есть, ну, слева, собственно, общий вид комплекса, несмотря на все перипетии, две мировые войны, здания сохранились, да, сейчас являются архитектурным наследием Франции, и можно заметить, что масштабы достаточно большие. То есть, для рабочих своей фабрики Годин создает вот тот самый народный дворец, ту самую структуру. Это все происходит в 1870-80-е годы, и было рассчитано на полторы тысячи человек. Да, вот, если вернуться сейчас к самому началу лекции, когда мы говорили о первобытных людях, древних людях, опять-таки, учеными, антропологами, археологами установлено, что группы древних людей были в основном 20-30 человек, редко больше. И настолько глубоко эта привычка в нас с вами сидит, что нам в таком коллективе очень легко, очень понятно, очень привычно. Ну, вспомните среднюю численность школьного класса. Примерно те же 30 человек, да, учитель при таком количестве или учеников может их контролировать, может всех быстро запомнить. Если в классе больше 40 человек, мне вот приходилось в какое-то время в школе оказываться в классе, где было 44 ученика. Уроки сорвались только так. То есть, никакая дисциплина в таком классе, ну, она возможна, но установить ее гораздо сложнее. Вот. И сама вот эта, как бы, такая нормальная, привычная ячейка общества, то есть семья, близкие друзья, какой-то вот близкий круг общения, он, ну, примерно там 20-30 человек, у кого-то меньше, у кого-то больше, ну, вот такая вот средняя температура по больнице. Идеи коммун, они вот, как ни странно, всегда крутятся вокруг цифр, там, тысяча, две тысячи человек, вот примерно что-то такое. Потому что коммуны 10 тысяч, ну, это уже целый город, да, там, здание-то просто такого размера построить достаточно проблематично. Если меньше, ну, тоже как-то не слишком много вроде бы. Вот. И, собственно, вот этот фаланстр в городе Гиз получил название фамилистер, да, я прошу прощения, если кто-то вдруг знает французский язык, я-то его просто не знаю, да, и там буду ударение неправильно ставить и так далее. Вот. Ну, то есть семейный, такой семейный дворец, семейное общежитие. Что же мы здесь с вами видим? Ну, вот на картинке слева. Справа, слева два таких каре, крупных жилых корпуса, собственно говоря, с теми самыми квартирами для рабочих, для сотрудников своей фабрики. Кстати, надо сказать, что Годин со временем передал им акции, да, то есть, как бы фабрика перестала быть просто его. Он, конечно, остался в ее главе, но и каждый работник получил, как бы, свою долю, такие ваучеры своеобразные, да, ну, в хорошем смысле только. Вот. И прибыль от фабрики распределялась между всеми, ну, в определенной пропорции, но между всеми. Вот. Посередине между ними корпус общественный, в котором находились различные мастерские, школы, культурные учреждения. и, конечно же, поскольку мы с вами видим, что все три этих крупных соединенных корпуса представляют собой каре, то есть, замкнутые прямоугольники, внутри обязательно есть внутренний дворик. Справа, собственно, изображение внутреннего двора, внутреннего дворика того корпуса, который посередине, дворик перекрыт. это вот странным образом, ну, на самом деле, совсем не странным образом объединяет этот фамилистер с промышленной архитектурой. Да, поскольку Годин, если что-то и знал, то архитектура, технологии строительства фабрик и, соответственно, инженеров, строителей, архитекторов выбирал тоже из этой промышленной среды, те, кто умели строить фабрики, вот такие вот конструкции, которые родственны шэдовым фонарям, то есть остекленным галереям на перекрытиях цехов, которые позволяют освещать внутреннее пространство. Вот здесь что-то похожее, что-то сродни этому. Кстати говоря, критики, когда видели фотографии вот этих внутренних дворов, они говорили, что это очень похоже на тюрьмы. Тюрьму. Как вы думаете, почему? Внутренний двор. А, внутренний двор, где еще кругами ходить, да, и небо в клеточку. Не совсем. За всеми наблюдать. За всеми наблюдать. И вообще вот обратите внимание на вот эти вот галерейки, да, которые соединяют между собой помещения. В Москве такого практически нет. У нас там в районе Ивановской горы пара домов с голдарейками, ну, такими вот галереями, которые позволяют сразу в квартиры попадать. А вообще такая структура, она характерна для тюрем той эпохи, там, конца 19-го, начала 20-го века, когда такая внутренняя палуба, что ли, и с нее вход в камеры. Вот. Здесь это, конечно, сделано совсем не для контроля, там, еще чего-то такого. Это удобный способ сообщения. И обратите внимание, что во внутренний дворик помимо дверей выходят еще и окна, да, то есть прогуливаясь по вот этому внутреннему двору, можно было не просто зайти к соседям, можно было еще и посмотреть, да, в это окошко, ну, если оно не задернуто. Вот. Соответственно, это не просто, да, такое создание комфортных условий быта для рабочих, для населения этого самого фаланстера, но еще и действительно сближение людей. То есть попытка заставить всех обитателей этой коммуны, этого фаланстера чувствовать себя единым коллективом, да, не скрываться от других, не стараться не запираться от других. Вот эти внутренние дворики, они ведь тоже не просто так, это не только там способ освещения, способ еще чего-то, это во многом такое вот общественное пространство, специально задуманное, специально замысленное для того, чтобы время проводить совместно, совместно праздновать праздники, там, совместно устраивать танцы, еще что-то и так далее. Вот, кстати, в советских архитектурных экспериментах, 20-х, которые мы будем рассматривать с вами через неделю, такие вот общественные пространства, они играли очень важную, очень большую роль. также этот комплекс состоит из дополнительных корпусов, там рядом с этим фамилистером был сад для прогулок, различные прачечные были, конечно, вынесены из основного корпуса, но это все, в принципе, уже второстепенно. Если говорить про архитектурные особенности этих зданий, ну, в частности, вот этого реализованного фамилистера в городе Гиз. Архитектура, как мы с вами видим, красно-кирпичная. Друзья, вот если кто-то в Москве ходил на экскурсии, не знаю, там на Красный Октябрь, Трехгорку, в какую-нибудь Арму и так далее, я думаю, вы обращали внимание, замечали, что промышленная архитектура конца 19-го века, она в основном вот такая вот, красно-кирпичная, какой-то внешней облицовки у зданий специальной дополнительно нету, декоративные элементы создаются во многом с помощью фигурных выкладок из кирпича, то есть они привычные, они те же самые, да, это наличники, это, не знаю, карнизы какие-нибудь, ну, в данном случае мы видим с вами такие вот ступенчатые атики, да, вот эти вот возвышения на здании, но все это просто фигурные выкладки из кирпича. Действительно, искусствоведы долгое время не знали, сомневались, как называть вот этот стиль второй половины 19 века, когда голый кирпич, вот, да, там промышленные здания, ну, кстати, не обязательно промышленные, вспомните исторический музей, например, да, на Красной площади, сошлись на самом простом, называть это кирпичный стиль или кирпичная эклектика, да, соответственно, все декоративные элементы из кирпича, и он сразу бросается в глаза. В России, вот, к сожалению, отношение к кирпичному стилю в советское время было таким несколько пренебрежительным, ну, казалось, что вот голый кирпич, это как-то некрасиво, да, надо вот его чем-нибудь замазать, закрасить, и тогда будет нормально. Вот, правда, краска-штукатурка быстро начинает отпадать, получается еще хуже, ну, на мой взгляд. Вот, и фактура голого кирпича, она достаточно изящна, достаточно красива, но, я вот привел в пример, там, Красный Октябрь, Трехгорку, Бадаевский завод, например, на самом деле промышленная архитектура в ту эпоху достаточно похожа, ну, по крайней мере, во всей Европе и Северной Америке, да, то есть фабрики французские, английские, немецкие, тех же лет, того же времени, они не сильно отличаются. Зачем я об этом так подробно рассказываю? Если кто-то, ну, сегодня совсем не разочаруется в моем рассказе, да, и все-таки придет через неделю, в четверг, мы с вами будем говорить о архитектурных экспериментах, происходивших в рамках определенных стилистических направлений, которые, ну, в нашей стране, не только в Советской России, возникали, а вместе с этими социальными архитектурными экспериментами, то есть новый архитектурный стиль, новые задачи, новые здания. Здесь же в конце 19 века во Франции мы этого еще не наблюдаем. То есть использован вот такой вот архитектурный стиль, который знаком, близок к рабочим, да, они приходят на фабрику красно-кирпичную, и жилье у них очень похожего вида. Если давайте вот ну, эта картинка, наверное, она подтверждает предыдущую мысль, да, снова такой красный кирпич, снова достаточно простые, но изящные декоративные украшения. А вот последняя картинка, которую я для вас приготовил, это то же самое здание, это другой ракурс, один из боковых жилых корпусов. Если мы посмотрим с вами на верхнюю часть, ну, не правда ли это фотографии Парижа напоминает, да, каких-то какой-то парижской застройки, ну, не обязательно парижской, такой традиционной французской. Париж, город в значительной степени снесенный бароном-османом, очень значительный, отстроенный в эпоху Наполеона III, то есть как раз 1860-е, 50-е, 60-е годы достаточно основательно, отстроенный в единой похожей стилистике, смесь классицизма, эклектики и так далее. И вот, смотря на верхний этаж этого фаланстера, мы видим очень знакомый профиль, очень такую знакомую мансарду, и действительно, собственно, сочетание двух этих элементов, вот, красного кирпича, такой, ну, условно промышленной архитектуры, условно привычной рабочим архитектуры с классическими формами, собственно, и говорят о смысле функции этого здания. То есть, это здание для, ну, пролетариата, для рабочих, для тружеников, но одновременно это не просто общежитие, не просто какое-то подобие и продолжение фабрики. Одновременно это еще и дворец, это еще и здание для комфортной жизни. Такс, ну, и второй пример, который я вам хотел привести. Примеров вообще можно, конечно, очень много приводить, и если вот я сейчас договорю, и кто-то после этого скажет, а я вот еще знаю, что где-нибудь там на юго-западе США в то же время, вот, конечно, да, то есть, это не полноценный обзор всего мира, это именно представление типологии, представление архитектурных экспериментов. Итак, здание, получившее название Улей, опять-таки, прошу извинения у всех, кто знает французский, Ля Рюш, ну, по крайней мере, гугл-переводчик мне так сказал. В общем, здание, которое не предназначалось для фаланстера, не предназначалось для организации совместного быта, основная конструкция зданий была возведена в Париже, в данном случае мы переносим с вами в Париж уже, была возведена в 1900 году. Как вы думаете, для какого события оно могло предназначаться? Да, совершенно верно. В 1900 году в Париже происходит очередная всемирная выставка, там каждой всемирной выставке что-нибудь в Париже такое значительное строилось. Вот к выставке 1900 года была открыта первая диня парижского метрополитена, ну и выставка сама по себе была очень интересной и в частности там, конечно же, представляли бордовские вина. Ну, Франция, вина, да, как же не похвалиться в очередной раз. И, собственно, то здание, которое мы с вами видим на фотографии, уже перенесенное, перестроенное, находящееся в другом месте, изначально было павильоном, где представлялись публики вина региона Бордо. Причем внутренние металлические стальные конструкции этого здания спроектировал сам Густав Эйфель. Или, ну, да, все-таки давайте Эйфель. Вот. И, собственно говоря, это вот вообще очень интересная судьба таких выставочных конструкций, как некоторые сооружения конструкции Шухова, да, после выставок в Россию уезжали потом в какие-то имени, переносились куда-то, покупались. Здесь, собственно говоря, то же самое. То есть это здание было после выставки, естественно, вся выставочная архитектура, она либо разбирается, либо что-то с ней делается, да. Всемирные выставки в Париже, они происходили на Марсовом поле, ну, собственно, Эйфелеву башню. Рядом с Эйфелевой башней проходила выставка 1900 года, и после окончания выставки зданий больше не нужны, их разбирают, ликвидируют, и вот это здание выкупается, переносится на другое место, в 15-й округ Парижа, и становится таким, такой коммунной, такой общиной для художников. художников, вообще скульпторов, деятелей искусства. Ну, Париж, понятно, что на рубеже веков, да, конец Белепог, эпоха, когда все люди искусства тянутся к Парижу, но на всех, можно сказать, Манмартера не хватало, цены там постепенно стали расти, да, поскольку район обитания Богемы, он в любом случае привлекает потом более состоятельных жильцов, более состоятельных людей, и вот возникает такой улей, ну, собственно, получило свое название это здание за круглую форму, в котором находилось 102 жилых помещения, которые одновременно мастерские, которые одновременно небольшие квартирки, и проживание в них по условиям было фактически бесплатным, да, то есть стоимость проживания месячной аренды составляла там, ну, как пишут исследователи, буквально несколько недорогих обедов, ну, вот, не знаю, что сейчас может в Москве считаться недорогим обедом, вот, ну, умножьте цифру там на 2, 3, 4, и представьте, что за эти деньги можно снимать некоторое жилье. Собственно, многие художники, да, которых мы с вами знаем, прошли через это здание, были его обитателями, ну, хотя бы Модельяне и Шагал, да, поскольку вот этот молодой художник, человек бедный, человек, не имеющий каких-то возможностей, средств, ну, к постоянному приличному уровню жизни, там действительно действительно сложился такой совместный быт, то есть вот кто смог продать свои произведения, кто заработал деньги, тот кормит вот своих соседей, тот покупает еду, соответственно, еда готовится, вот, ну, и так со всем остальным. В таком своем качестве, да, общежитие для бедных художников, вот этот самый Ули, просуществовал достаточно долго, в какой-то момент был заброшен, но, к счастью, был восстановлен, отреставрирован, то есть, та фотография, которая слева, это начало 20 века, та фотография, которая справа, это, ну, практически нынешних времен, ну, может быть, лет 10 назад сделанная, там сейчас по-прежнему художественные мастерские, и вообще, стоит сказать, что творческая интеллигенция, она всегда в авангарде вот этих вот экспериментов, с тем, как жить, где жить, как организовывать свой быт, сейчас, скоро я вам и российский пример приведу. Вот последняя интересная деталь, все-таки архитектура, да, но само здание круглое, такая ротонда своеобразная, достаточно сильно перестроена, то есть, изначально это действительно павильон со стальными конструкциями, имевший достаточно большую площадь остекления, и стены были добавлены уже, когда здание перенесли, да, стали превращать в общежитие. Вот такие две прекрасные креотиды на входе, прекрасные женские образы, интересно, что они от другого павильона, с той же выставки, от павильона Индонезии. Вот, ну, да, если окажетесь в Париже, то это, конечно, не близко, там надо на метро ехать, потом еще идти, но очень рекомендую сходить, посмотреть хотя бы внешне. Ну, а что у нас? Вот, последняя часть моего сегодняшнего такого выступления, «Раз уж мы в библиотеке, давайте спрошу, кто, ну да, конечно же, Чернышевский, роман «Что делать?» И, собственно, один из ответов этого романа «Жить коммунами», да, честно трудиться, там, шить, что-то производить, делать то, что мы можем». Картинка справа, она к Чернышевскому отношения не имеет. Это, собственно, вот если сравнить с фаланстером, что-то и можно у нас, да, особенно вот этим вот фамилистером в городе Гиз, то я бы сравнил, конечно, Морозовский городок в Твери. Если окажетесь в Твери, то обязательно посетите это место. Оно не входит в туристические путеводители стандартные, там еще живут люди, вот, но очень рекомендую там прогуляться. Собственно говоря, такие общежития, при текстильной фабрике Морозовых, общежития для рабочих, и они создавались не на основе каких-то социалистических, утопических идей, да, ни в коем случае не в качестве реализации идей Чернышевского, а просто как попытка создать некие приемлемые условия жизни, быта для рабочих. Во-первых, общежитие для рабочих в то время должно находиться рядом с фабрикой. Да, то есть, вот изучая историю городских трамваев в России, я в какой-то момент понял, что плата за проезд в трамвае, да, она в разных городах была разная, там где-то 10 копеек, где-то больше, ну, достаточно серьезные деньги, она была неподъемной, непосильной для рабочих, и им приходилось на работу ходить пешком, да, и чем меньше ходить, тем, соответственно, лучше. То есть, если вы уж хотите обустроить быт, жизнь своих рабочих, то нужно строить эти общежития рядом с фабриками. В чем же там общность, да, в чем же там вот эти инновационные идеи имели место быть в этом морозовском городке? Ну, конечно, для рабочих были отдельные комнаты, да, это не попытка там разрушить семейную структуру общества, еще что-то, но очень большое количество инфраструктуры, да, удивительное для того времени. Детские сады, школы, училища, амбулатории, больницы, кружок хорового пения, библиотека, театр для рабочих, обсерватория, да, что самое удивительное. И, в принципе, население вот этого морозовского городка, оно опять-таки вполне себе попадает в определенные мной рамки, да, предложенные мной рамки, там где-то около трех тысяч человек проживало. С точки зрения архитектуры, опять-таки, вот эта перекличка с промышленной архитектурой, опять много голого кирпича, достаточно много декоративных элементов, то есть никакой архитектурной, именно что революции, пока не происходит. Да, все вот эти первые социальные эксперименты, они в рамках существующих архитектурных стилей. «Товарищество передвижников». Ну, да, я думаю, не стоит подробно рассказывать, пересказывать эту историю. Группа выпускников Академии художеств в Петербурге в 1863 году отказывается бороться за золотую медаль, отказывается писать картины на тему скандинавской мифологии и предпочитает писать картины на такие остросоциальные проблемы. Возглавляет эту группу Крамской, безусловно, вам, конечно же, известной. И, собственно, в чем состоял подвиг этих людей? Академия художеств в то время, если вы в нее поступали, если вас оттуда не выгоняли, не исключали, это гарантия успешной жизни на протяжении всей жизни. То есть, после окончания учебы многолетняя стажировка, где-нибудь в Италии, во Франции, оплачиваемая, естественно, потом обязательные заказы от госучреждений, от императорской семьи. То есть, человек в Академии художеств, он знал, что весь его жизненный путь дальше расписан, и все будет у него хорошо. Эти люди от всего этого отказываются. Никаких стажировок, никаких заказов на их произведения. Что же они, собственно, хотят делать? Они пишут картины на свободные темы, но многие из них иногородние, то есть, они не петербуржцы, им нужно где-то жить. Поэтому товарищество буквально через год после своего основания для иногородних членов своего сообщества снимает большую роскошную квартиру в центре Петербурга, в доходном доме. Вот сейчас, боюсь ошибиться, там то ли 10, то ли 12 комнат было. Ну, вот какой-то такой порядок. И вообще в конце 19-го, в начале 20-го века многие творческие объединения литераторов, художников и так далее живут вот такими самообразовавшимися коммунами в Москве, в Петербурге, в других городах. И этому очень помогает особенность жилищного строительства того времени. То есть, знакомые нам, известные нам доходные дома, то есть дома, где квартиры сдаются в аренду. и роскошные условия жизни, они, ну, практически обязательно были для доходных домов, расположенных в центре города. То есть, квартира в 7-8 комнат не считалась такой уж супербольшой, уж очень большой. Встречались квартиры по 14-15 комнат, и это позволяло создать коммуну, собственно, в имеющихся архитектурных рамках, в имеющейся квартире. Да, просто расселиться по этим комнатам. Не нужно было чего-то специально строить. Правда, на пути вот этих социальных экспериментов в Российской империи, конечно, стояли определенные препоны, определенные ограничения, и государство все вот эти социалистические идеи не одобряло, не давало им хода. Ну, понятно, почему. Потому что это очень близко, это очень увязано с революционными идеями, что, конечно, государство беспокоило. Церковь не была сторонником таких экспериментов, каких-то изменений в привычном быте, в привычном укладе, в семейной жизни. Ну, и, в-третьих, само общество. То есть, конечно, группа интеллигентов, тех же художников, например, могли себе позволить вот так свободно мыслить, что вот, мы образуем сейчас свободную общину, артель, будем вместе работать, зарабатывать. Для абсолютного, подавляющего большинства населения страны, страны в то время крестьянской, конечно, это все казалось чем-то странным, какой-то барской забавой. Но все изменила революция, которая стремилась смести, уничтожить старый строй, старую основу общества, государства, и открыла широчайшее поле для архитектурных социальных экспериментов, что привело, в общем-то, к возникновению архитектурных памятников, которые, ну, не стыдно даже в очень короткий список архитектурных шедевров человечества включить. Вот. Ну, конечно же, начинать эту тему сейчас было бы бессмысленно. Вот, спасибо за внимание. Аплодисменты.